Здравствуйте! Приветствуем вас на канале Европлант Лайф. И сегодня у нас день второй на объекте ландшафтного бюро Гринс. С нами сегодня Виктория Сымгина и ее помощница Наталья, которая помогла нарисовать все вот эти вот прекрасные планы, которые мы сегодня будем смотреть. Пока я здесь вижу кучу цифр и пятнышек. Но я надеюсь, Наташа, ты нам объяснишь, что из этого что. Потому что у нас смотрят в том числе дилетанты. И мне кажется, вот в этих шифровках будет очень сложно разобраться не специалисту. Здравствуйте, девушки! Добрый вечер! Да. Всем привет! Ну что, давайте приступим. Я так понимаю, мы дали кодовое название новому объекту Виктории Баскервильхол, поскольку здесь будет большой собачий вольер, здесь бегает прекрасная красивая собака. Ну и поэтому у нас будет проходить этот объект под кодовым названием Баскервильхол в Белоострове. Хорошо. Да. Ну что, девушки, рассказывайте. Значит, смотри, мы сегодня привезли с собой эскизно-планировочное решение и привезли уже половину, можно сказать, плана вертикальной планировки, которая касается въездной группы и доходит прямо до беседки. То есть это та часть, которая будет выполняться уже в этом году. Ну, окончательно вся вертикальная планировка будет готова сегодня-завтра. Ну вот, то, что на сегодняшний день есть, мы привезли. Вот. Обычно, конечно, мы так не делаем, мы делаем сразу целиком весь план, вот. Но так как заказчик очень сильно хочет, чтобы прям вот немедленно начались работы здесь въездной зоне, поэтому, соответственно, нам пришлось это сделать. Прекрасно, но зритель тоже хочет поскорее узнать сюда продолжение. Да, и сделав вот этот план, мы уже, с согласием заказчика, остановили работы в этой зоне, потому что пришло понимание, что сначала нужно сделать все-таки вот эту часть, которая имеет отношение, вот мы как раз не стоим, то есть вот основной склон, то есть все работы сначала нужно сделать по склону, потом уже вернуться сюда, в эту зону. Потому что если мы пойдем с той стороны, нам придется начинать от царя гороха и полностью делать демонтаж всех вот этих прекрасных зданий, там, по-моему, три сейчас здания на снос, и только потом мы подойдем к этому холму замечательно. А на холме-то у нас, пожалуйста, тебе газгольдер, скважина. Газгольдер? Слово-то какое интересное. То есть это стратегические вообще-то объекты, которые имеют самое прямое отношение к жизнедеятельности участка и всей инженерной системе в доме. Поэтому холм все-таки оказался главнее, чем парковка, поэтому мы заезжаем, работаем со склоном, а потом уже переходим к парковке. А это что касается вертикальной планировки в целом. Почему мы сделали ее часть, да? Давай по очереди вот каждый документ рассмотрим. Так, я вот понимаю, что вот это самое понятное, потому что здесь нарисованы деревца и домики. Здесь хотя бы, да, что-то понятно. Я смотрю, что вы уже передвинули ворота и передвинули калитку. Да. И смотри, чего мы добились таким образом. Прямо напротив входа у нас образовалась зеленая зона прекрасная. То есть у нас уже нет больше выжженной земли. У нас септик все спокойненько спрятан в насаждениях. Более того, у нас не просто какая-то дорожечка к дому, у нас появилась совершенно прекрасная патио со скамеечкой, где можно или позадить какого-нибудь гостя, который ты не хочешь везти в дом, да, или просто поставить какие-то вещи. Вот, то есть... Такая приемная участка. Да, да, да. И все тут разместилось, хотя очень компактно, да, с одной стороны. С другой стороны, очень даже примирненько мы сделали визуализацию этой зоны, мы тебе покажем ее. Ну, хорошо, квадратные метры очень хорошо не будут пропадать зря, потому что так эта площадь была абсолютно нефункциональна, по ней заезжала машина, проезжаем на парковку. Теперь машина будет заезжать прямо и сразу же парковаться. Но это очень плохо, когда это прямо напротив входа, это просто безобразно. Ну, неудобно вдоль забора прорадоваться. А во-вторых, если ты помнишь, вот здесь прямо вот веранда соседа и все окна веранды смотрят прямо сюда, в эту точку. А мы благодаря вот этой зеленой зоне закроем эти окна, от чего ты не видишь, на то уже, в общем, как бы, то можно игнорировать. Да, да, того нет. Вот и все, да, того нет. Вот, поэтому спокойненько заезжаем. Вот у нас, смотри, замечательно совершенно навесно две машины. Вот парковка еще на две машины. И, посмотри, у нас нет ни одной подпорной стенки. Прекрасный собачий вольер, я смотрю, такой довольно-таки просторный. Да, вот, кстати, с вольером мы намотились, потому что мы его перемещали, перемещали, перемещали. И, в общем-то, вот это место, это уже третий вариант, на самом деле. Но я думаю, что будет очень хорошо, потому что мы его отрисуем. Наташа его нарисует прям. Он будет в едином архитектурном. Значит, кровля будет единая вместе с автомобильным навесом. Вот, прекрасно. То есть мы это обыграем, будет очень хорошо. То есть это будет не только функционально, но и красиво еще. Да. Здорово. И следующее, я так понимаю, будет план дорожек, или я ошибаюсь? Потому что, когда я гляжу вот на это вот пересечение линий, вот тут я уже вообще ничего не понимаю. Так, это был эскиз. Эскиз на планировочное решение. Да, мы, кстати, его до конца не обсудили. Или ты хочешь просто по вот этой зоне дальше обсудить? Нет, давай тогда обсудим, хорошо. Да, смотри. Значит, вот если мы с той стороны, да, вот с той дороги начнем, то вот у нас гараж на две машины, да. Перемещение нашего, вот который сейчас здесь стоит, парника. И тут идеальное место, потому что утреннее солнце, все полностью его. Потом дальше очень короткая тень от гаража, который его не заслоняет ни на один метр. Мы это проверяли. И дальше до пяти вечера тоже сплошное солнце. То есть солнце тут будет с четырех утра и до пяти вечера. То есть это получается 12-13 часов полного солнца. Что совершенно идеально для растений, которые в этом парнике будут находиться. Дальше у нас идет здание бани. Ты видишь, оно тоже довольно компактное. В то же время у него довольно приличных размеров терраса, пати. Ага, вот это вот терраса всего. Да, это терраса. Здание двухэтажное. На втором этаже прекрасная совершенно зона гостевая. Гостевая комнатка. Да, на первом этаже в комнате отдыха еще целая зона с кухонной столешницей. То есть это просто полноценный домик отдельный, где можно жить. Отлично. И у этой зоны есть свой прекрасный совершенно газончик. То есть они отделены, видишь, гараж отделен от бани, баня отделена от беседки. Вот у нас беседка-гриль. В беседке-гриль есть тоже своя отдельная зона со своим отдельным таким газончиком. То есть тут можно расположиться и на газоне, и в самой беседке, как ты помнишь, да, она довольно большая. Там 100 на 10 человек. И в размерах у нас получилось 5 на 5 с половиной. 5 с половиной, 5 с половиной. Да, 5 с половиной, 5 с половиной. Вот. Ну, это большая беседка. Да. И вот что я не очень люблю, но в принципе не то, что это плохо. Нет. Ну, я просто в принципе это не люблю. Осевые дорожки, которые идут через весь участок. Вот. Мы их довольно редко используем. Ну, повторюсь, это не хорошо, не плохо. Просто вот, ну, не в нашем стиле. Тут она появилась из-за того, что мы, нам приходится работать только вот на этой узкой линии. Поэтому у нас появилась, да, вот эта осевая дорожка. То есть мы переходим из зоны в зону, и у нас еще будут такими симпатичными перголами отделяться эти зоны по ходу дорожки этой. И первый вот выход на вот эту осевую дорожку, он обыгран в виде патио с кострищем. Это будет такое модное местечко, которое будет иметь отношение с одной стороны к беседке, с другой стороны его можно и просто использовать как место для отдыха. Ну, такое, да, не вот капитальное, где вот люди будут сидеть долго, а где можно просто прийти. Да, ну, причем ты понимаешь, я думаю, что мы поставим там какие-то красивые скамейки, красивую вот саму эту чашу, кострище, и это будет хорошо работать просто как какая-то малая архитектурная форма, потому что вид из сада самого на дом и на эту веранду, он довольно симпатичный, и грех этим не воспользоваться. Да, конечно, да. И потом он тоже находится, я так понимаю, что в глубине участка, опять же таки, вдалеке от соседей, и тебя там тоже. Да, это абсолютно так, да. Причем у нас же основная ледовая точка вот здесь вот находится, и вот здесь вот, это очень симпатичные виды на близлежащий лес, да. И со всех этих точек очень хороший вид и отсюда, и с этого газончика, и вот с этого газончика, причем, что тут западная экспозиция, то есть вход в оба этих здания с западной стороны. То есть, ну, понятное дело, что никто с утра пораньше в баню не бегает обычно, то же самое и не жарит гриль с утра пораньше, поэтому именно вечернее солнце, оно максимально предпочтительно для такого вида, ну, такого рода зон. Вот. И самое важное, это что у нас касается склона, да, как мы его обыграли. Значит, это вот нам уже помог вертикальный планировщик, да, он рассчитал, видишь, вот эти красные линии, это проектные линии рельефа. И по факту, сработав на том, что мы парковку оставляем в тех отметках, которые предыдущие строители взяли как просто щебеночное основание, мы эти отметки берем уже как проектные, да, как нулевая отметка уже финишного покрытия. Тем самым мы не вздергиваемся над этим склоном, да, не увеличиваем, и у нас получилось просто по одной, причем, из дорожек, вот, которая идет, видишь, мы тут выполнили эту лестницу, про которую я говорила, это вот эта вот лестница. Которая вот ведет на веранду. Да, выход с веранды, она максимально удобная, тут высота ступеней 11,5 сантиметров. Это одна из классических высот садовой ступени, они где-то от 10-11 до 12,5-13 сантиметров, это садовая ступень. То есть мы здесь можем сойти просто вот совершенно максимально комфортным образом, и уже отсюда мы идем через каждые полтора метра, у нас одна ступенечка в 10 сантиметров. Таким образом мы преодолеваем этот склон на, получается, 15 погонных метрах. Отлично, у тебя здесь даже нарисован валун, я смотрю. Ну вот, который есть, да, но на самом деле его, подожди, его нарисовали геодезисты, а что уже мы с ним сделаем, это же скидно-планировочное решение, то есть мы не обязаны тут отвечать на все вопросы, да. Да, то есть если он будет здесь логичен, он останется, если нет, мы его уберем, пока это решение не принято. Так, сейчас у нас в руках документ, который называется разбивочный чертеж. Я помню, что мы у Петра Попова реализовывали этот документ с помощью колышков и сигнальной ленты. Было такое. Наши друзья из компании SoftMix делают замечательный вот такой вот прибор для разметки участков, это помогает в строительстве, это помогает ландшафтным дизайнерам. Сюда вставляется баллон, сейчас тебе продемонстрирую, и с помощью этого делается разметка, то есть нам уже не нужны колышки и сигнальная лента. Ну, в какой-то мере. В какой-то мере, да. Хорошо. То есть немножечко помоги мне. Давай. Вот. Вот так вот. Огонь. Ты сделал это. Огонь. Я это сделал. Этот набор называется ClipMaker. Он используется для разметки строительных участков и также ландшафтных территорий. Он совершенно элементарно собирается. Этим может пользоваться даже на мячок. Конструкция очень простая и удобная. И сейчас, я думаю, что мы сможем с тобой быстренько все сделать с помощью нее. Андрей, слушай, ну давай попробуем с помощью этого девайса разбить нашу парковку, вольер и перенос ворот с калиткой. Да, шикарно. Давай попробуем. Субтитры сделал DimaTorzok Кстати, данное устройство можно использовать и без колесика, для того, чтобы делать им не только линии, но и другие обозначения, надписи, кружочки или нужные пометки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, мы закончили часть разметки новым девайсом. Как ты, Вика, оцениваешь вообще? Можно пользоваться вообще этой штукой? Слушай, ну на плоских поверхностях, как земля, песок, гравий, щебень, вполне, я думаю, что да, подойдет. Или если мы имеем дело с каким-то невысоким газоном, запросто. Конечно, если мы говорим о каких-то райских кущах, то тогда уже проблематично. В принципе, да, это очень информативно, то есть можно нанести, если, например, заказчик находится где-то на удалении, да, нанести это, сфотографировать, отправить ему, если ему это нужно, да. Ну и опять же таки, если мы не отказываемся от колышек, то можно поставить метки, куда потом эти колышки можно расставить. Да, но другое вообще не исключает абсолютно. Все в помощь. Да, то есть это метод очень неплохой. Я думаю, что мы будем использовать. Мне понравилась флюоресцентная краска, мне кажется, что можно еще и будет побаловаться. Кстати, дорогие наши зрители, сегодня мы Виктории-то эту штучку подарим, а вы сможете ее приобрести от компании SoftMix, называется ClickMaker. В описании ролика будет ссылка, промокод евро, и вы сможете приобрести ее с 20% скидкой. Так что пробуйте, возможно, в хозяйстве пригодится и не только ландшафтным дизайнерам, и строителям. Ну что, вернемся, Вика, к нашим чертежам. Я так смотрю, что работа предстоит очень большая. Не знаю, как вы все это успеете сделать, но судя по тому, как вы фундаментально к этому подходите, должно все получиться. Назначаю, значит, тебе тогда следующую встречу. Надеюсь, что будет уже показать что-то интересное. Наконец-таки уже приступят к работе, уже к физической. Мы в конце недели приступим уже к переносу ворот и калитки. И я думаю, что уже начнем размещать инженерку. То есть у нас пойдет электрика, пойдут дренажи, ливневка. То есть все, что нужно закопать под землю, оно начнет закапываться. Ну, в общем, картинка уже будет меняться не только на чертежах, но уже и непосредственно на участке. Да, однозначно. Так что смотрите канал Европлант. Виктория Сангина, арт-директор архитектурно-ландшафтного бюро Гринс. И ее замечательная коллега, ландшафтный дизайнер и генпланировщик Наталья тоже присоединилась к нашей команде. Надеюсь, девушке все будет, как всегда, красиво, замечательно, информативно и полезно для наших зрителей. Все, на этом мы с вами прощаемся. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»